Сабадаш Владимир, Московская правда. Вопрос тот же. Сколько команда должна еще проиграть матчи, чтобы вы ушли из клуба? Спасибо. Это вопрос, наверное, к руководителям. Если меня, мне задаете вопрос. Знаете, капитан с корабля, мне кажется, последний должен уходить, да? Если руководители решат так, то я готов в любой момент. Я же вам до этого, ради вам я отвечал на этот вопрос. Еще раз? Не, ну так можно завтра проиграть 12-1 и оставаться капитаном. Не вопрос. Это решение руководителей наших. А вы сами нет? А я сам знаю, над чем работать. Знаю, что есть проблемы определенные. И знаю, что я ехать справлю. Вы это говорите 8 матчей подряд. Извините, а можно будет? Все может быть. И может быть и 9, и 10 говорите. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Спартак Артурович. Андрей Евтушенко, прокомментируйте, пожалуйста, вот замену Дениса Глушакова. Вы эмоционально ему еще то, что след сказали. Значит ли, что этого игрока больше не был в команде или это просто были эмоции? Денис Глушаков такой же футболист, как и все остальные футболисты. Если тренер принял решение поменять его, не из-за того, что у него травма, то это решение тренера. Я же не просто так самоутверждаюсь. Я знаю Дениса, он очень сильный футболист, как он в сборной играл. Но есть реалии сейчас, здесь и сейчас, и есть имя, которое на тебя работает. Вот здесь и сейчас надо это делать не только Денису, но и каждому футболисту, который есть. И если тренер меняет любого футболиста, он должен реагировать правильно, особенно если это капитан команды. И мое мнение, что реакция Дениса была немножко неадекватной, неправильной. Я вправе поменять кого угодно, когда угодно, потому что вся ответственность и результаты, и все остальное, лежит на главном тренере. Мне хотелось поменять, я думаю, не ошибся, замену, потому что Казанцев вышел на 60 минут, связал лагу и очень мне понравился. Да, там были обрезы, для того, что он молодой и все-таки нет такого опыта, играть на таком уровне, на таких скоростях. Мне очень понравилось, как он вышел. Мне нужны футболисты мотивированные, с горячими глазами, которые даже если ошибаются, но они должны хотеть выигрывать Динамо и делать для этого все возможное и невозможное. Тогда будет все правильно. А результат? Результат он придет. Есть уровень мастерства футболистов, которым мы сегодня могли забить. Было очень много подходов опять-таки же, мы не реализовали свои возможности. А психология такая штука, что один гол пропускаем, ты 14 игр проигрываешь. Конечно, очень тяжело потом вернуться, потому что уже на уровне, на подкорке, вот здесь уже все засело. А с подкорки очень тяжело вытащить. Но мы, еще раз говорю, будем только сильнее. Хочется пожелать вам, чтобы вы все-таки немножко позитивнее относились ко всему, и к тренерской работе, в частности. Потому что она очень нелегкая. И когда ты ежедневно тренируешь и проигрываешь 6-1, ты сам иногда не понимаешь, откуда черпать эмоции и все остальное. Поэтому, наоборот, хотелось бы от нас, нам всем пожелать того, чтобы мы позитивнее к этому относились и друг другу добрее. Да, потому что добро он от тебя спасет. Мир. Всего хорошего.